Друзья, у нас на связи по скайпу экс-вице-премьер Республики Молдавы по вопросам реинтеграции и с ним я предлагаю поговорить о сообщениях, которые поступают с левого берега о том, что там планируют созвать съезд депутатов всех уровней. Как бы это определенные флешбеки для нас и здесь в Гагаузии, и в целом это не только может быть для тех, кто живет в Гагаузии, все это связано с действиями в начале 90-х, конце 80-х прошлого столетия. С чем это связано сейчас, я предлагаю поговорить с нашим гостем. Господин Фленька, приветствую вас. Здравствуйте. Ну я про флешбеки сказал, знаете, как бы это уже может быть мои флешбеки. 90-й год, да, с действия всех уровней в Гагаузии, где провозглашалась, как вы помните, Гагаузская непризнанная никем республика и то же самое по той же схеме действовали в Приднестровье в том же 90-м году, но уже 2-го сентября. Ну из того, что я читал по этому поводу, там это предлагают созвать, ну у нас бы в Гагаузии их назвали аксакалами, да, это некий совещательный орган депутатов всех уровней первого съезда, среди которых и бывший так называемый президент на левом берегу Игорь Смирнов. Они объясняют это какими-то экономическими мотивами и следуют на то, что Молдова оказывает давление, ну и приводит статистику того, что там падает экономическая активность на левом берегу и, соответственно, экспорт товаров. Как вы объясняете все эти движения? Кстати, Красносельский, я так понимаю, воспринял позитивно эту инициативу и таки созывает съезд депутатов всех уровней. На мой взгляд, в 1990-м годах аналогии между Тирасполем и Камаратовым и заканчиваются, ограничиваются. Ну и слава богу, нет? Слава богу, нет? Да, безусловно, хотя есть свои моменты по одному вопросу и по другому. Давайте обратимся все-таки к более свежей истории. С того момента, как Шериф стал ведущей, а впоследствии единственной политической силой в Приднестровье, произошло это в 2005 году, в Приднестровье состоялось два подобных, так называемых, съезда депутатов всех уровней. Первый в 2006 году и второй в конце февраля, судя по всему. И каждый раз эти съезды созывались по одному таможенному поводу. Изменение таможенных правил для предприятий Приднестровского региона. В 2006 году была так называемая экономическая блокада, а на самом деле совместно с введением Молдовы и Украины обязательной таможенной регистрации Республикой Молдова всего экспорта, идущего из Приднестровья. В этом году повод введения таможенных платежей на импорт некоторых категорий товаров в Приднестровье. То есть каждый раз, когда хозяева компании Шериф, то есть те люди, которые по факту контролируют этот регион, чувствуют, что для их комфортной среды ведения бизнеса, в которой они не платят налоги, в которой у них есть огромное пространство для маневра, для контрабанды и так далее, и так далее, прибегаются к такого рода политическим демаршам, политическим рычагам влияния на Кишню. Поднять побольше шуму, напужать, пригрозить. То есть пока что ничего нового нет. Я видел некоторые интерпретации по поводу того, что несовпадение ли это, скорее всего, несовпадение, что съезд депутатов всех уровней в Приднестровье 29 февраля произойдет в тот же день, что и послание президента Путина Федеральному собранию Российской Федерации. Совпадение, думаю. Я бы не стал, или пока что на данном этапе, я не вижу ничего, что говорил об этом, что это согласованная акция. Потому что если бы это было согласованное, то съезд депутатов всех уровней состоялся бы до, ну или после выступления Путина, обращения к российским депутатам. И тогда все складывалось бы в единую картинку. В Приднестровье обратились к Москве, о чем-то там попросили, Путин отреагировал. Либо Путин что-то провозгласил, а дальше по итогам этого в Террасполе приняли какое-то решение. А тут как согласовать два мероприятия несопоставимого масштаба, которые происходят одновременно? Поэтому посмотрим. Вот если поменяется, вдруг они решат пересмотреть дату на предмет того, чтобы провести ее несколько дней раньше, 29 февраля, на мой взгляд, это станет поводом для того, чтобы задуматься, а к чему бы это? Очевидно, что Москва подключилась к этому вопросу. Ну, они могут гипотетически, я просто сейчас рассуждаю, на том же съезде депутатов всех уровней, выйти на прямую линию с Путиным и задать ему там вопрос. И призывать к чему-то. Гипотетически. Это было бы забавно с точки зрения картинки и звука, но не более того. Хорошо, а вы говорите, что это никак не связано. Но опять же, тот же 2006 год. Нет, я не говорю, что это никак не связано. Я говорю о том, что пока что ничего не указывает на то, что это инспирировано Москва. С другой стороны, в этом году складывается такая уникальная ситуация, и на первый взгляд, на первый взгляд, не вполне очевидная, что впервые за многие годы в Тирасполе начинают проявлять себя несколько разные политические силы. То есть, с одной стороны, монополия шерифа на все, от бизнеса до политической и социальной жизни, она неоспорима. С другой стороны, в Приднестровье, понятным образом, есть МГБ, который по факту является подразделением ФСБ России. И есть соответствующие люди, офицеры, люди в погонах, у которых также есть рычаги влияния, есть полномочия. И вот эта вот старая гвардия, потому что все-таки этот съезд депутатов всех уровней, он вроде как был инспирирован и инициирован первым, так называемым, президентом Игорем Смирновым, в Смирнове могут сыграть некоторые амбиции, на которых может, в свою очередь, поиграть ФСБ. Поэтому дальше внимательно следим за развитием, за теми там уже меньше двух недель, сколько там осталось, девять дней до объявленной даты. Что будет, будет ли пересмотр даты, что, по сути, будет предложено для этого свезда, какие там проекты и резолюции будут, и можно будет судить о том, полностью ли это срежиссировано Шерифом, либо все же здесь на каком-то этапе подключится Москва к этому. Ну, из того, что мы видим в СМИ, я читал, там больше за основу выдаются экономические мотивы, скажем так, да? Ну, понятно, под угрозой комфортная среда ведения бизнеса Шерифа, то есть понятно, что. Но, повторюсь, вопрос в том, сможет ли Шериф удержать монополию на это центральное действие, либо к этому подключится Москва и как-то попытается, или не попытается, использует это в своих интересах. Но пока что не видно никакой активизации со стороны Москвы. Ничто не указывает на то, что Москва готова сейчас подключиться и начать активно действовать на Приднестровском направлении. Пока что все приоритеты в Украине, в других частях света, вплоть до Кубы, он Лавров на днях на Кубе был, Приднестровье где-то остается далеко на периферии повестки, текущей повестки Москвы. Хорошо, а подключение самого Смирнова не является указанием того, что Москва подключила свои неформальные структуры в данном случае? Нет, Смирнов – почетный пенсионер на подкормке Шерифа, и в первую очередь этим он и является. Но, повторюсь, те или иные амбиции и фрустрации, связанные с тем, что он не успел реализовать из задуманного им еще в начале 90-х, на них Москва может поиграть. А что из того, что это необходимо? Это отнюдь не факт. Ну, вот вы упомянули в 2006 год, да, один из первых, да, этих самых съездов депутатов, или последующих после 90-го года, так называемых съездов депутатов всех уровней. Но тогда ведь тоже... Ну, это последний, или из тех, что были, это был последний. Там было несколько еще в 90-х годах, но не суть, да. После 2006 года их не было. Ну, вот тот же в 2006-м. В 2006-м же был проведен тот самый пресловутый референдум в Приднестровье, да, о присоединении к России, если я не ошибаюсь, да, помните? Которым Игорь Смирнов очень-очень долго, извините за такой термин, козырял, да, то есть, как бы, да, что вот мы тут проголосовали и так далее, и тому подобное. Я бы даже добавил, долго и безуспешно. И в 2008-м году, в августе месяц, на волне, по итогам войны в Грузии и на волне кампании по признанию России, Абхазии, Северной, извиняюсь, Южной Осетии, в Террасполе пытались эксплуатировать референдум 2006-го года, апеллировали к Государственной Думе, признайте нас, признайте нас, но, как мы понимаем, этого не состоялось. Ну, хорошо, мы не знаем, что еще, как бы, да, что именно, каков будет проект декларации на этом, так называемом, съезде депутатов всех уровней. Ну, кроме вот этих вот экономических аргументов, у вас есть некое представление? Понятно, что мы сейчас догадаем на кофейной гуще, да, то есть, как бы, но что могло бы еще быть вот из политических требований? Ну, смотрите, во-первых, со всей очевидностью ясно, что этот съезд не является этом какой-то реакцией или движением снизу, спонтанной реакцией общественности на действия Молдовы, да, но действия Молдовы, они произошли 1 января, что-то долго собирались целых, там, 7 недель, практически 7 недель, то есть, очевидно, что где-то там в кабинетах шерифа долго, настойчиво, мучительно думали о чем-то, планировали, думали, что к чему бы еще прибегнуть, очевидно, что арсенал практических мер воздействия на Молдову был почти, но не полностью, исчерпан, попытались оказать давление на школы, попытались оказать давление на фермеров, все это остается в силе, то есть, уязвимые категории граждан и учреждений, и организации молдавских на левом берегу, эта угроза для них остается, то есть, судя по всему, идут некоторые дискуссии, идет некоторый торг, но дальше съезд, это уже такой пропагандистский политический шаг, в немалой степени для внутреннего потребления, то есть, для того, чтобы показать Приднестровье, что жителям Приднестровья, тем, которые еще там остались, что Тирасполь не смирился просто с участью, а отставил, тут, ну, повсюду расставляем кавычки соответствующие, продолжает отстаивать интересы Приднестровья, бороться с злобредной Молдовой, которая хочет поработить приднестровскую экономику, вот, но, повторюсь, в первую очередь, на мой взгляд, необходимо быть очень внимательным не к такого рода политическому спектаклю, а к тому арсеналу практических мер воздействия, которые у Тирасполя все еще есть, особенно у Тирасполя, если это будет сотрудничество с Москвой, и понятно, что в первую очередь, и, может быть, и в единственной речи идет о поставках электричества. С одной стороны, у нас есть контракт, который действует до конца года, но, с другой стороны, никто же не рассматривает Тирасполь в качестве серьезного ответственного контрагента, скажем так, и до тех пор, пока этот контракт выгоден обеим сторонам, он будет соблюдаться. Опять же, соблюдается он не потому, что он подписан, а потому, что он выгоден обеим сторонам. И Тирасполя, он жизненно необходим, так же, как и нам, практически в той же мере. Ну да, если этот контракт расторгать, то тогда больше терять Тирасполю, чем Кишинев. Контракт не надо расторгать, просто если Тирасполю в какой-то момент они решат, что терять им нечего, и они решат пойти ва-банк, то мало ли что может произойти. Газпром может снова уменьшить объемы поставки газа в Республику Молдова, как это произошло в мае 2022 года под предлогом войны, якобы там некоторых действий Украины, отказа на согласование транзита и так далее, и так далее. Урезали дневную норму поставки до 5,7 миллионов кубов на Молдову, и все. А как оказалось, это как раз потребности Приднестровья, плюс потребности газа на производство электроэнергии для Правобережной и Молдовы. А больше газа ни на что нет. Ну мало ли что опять может произойти на украинских фронтах, и опять урежут, и оказывается так, что газа не останется даже на производство электроэнергии для Молдовы. Такое исключать полностью нельзя. Потом повторюсь, тут сам по себе Тирасполю может просто без особых объяснений припугнуть, пошантажировать, отключить электроэнергию на несколько дней, что в прошлом бывало, пожалуй, наиболее памятная ситуация 2000 года, когда в течение трех дней практически вся Правобережная Молдова была без электроэнергии. Ну это такой шаг отчаяния. Ну хорошо, господин Флинк, я прошу прощения. Вот тут позвольте задать уточняющий вопрос. Сейчас ведь мы видели ситуацию, при которой это Молдову как бы по Молдове особо не ударит, потому что Молдова уже имеет опыт импорта электроэнергии, получается, с западной, от западных соседей, скажем, из Румынии, да, той же Румынии. Правда, да, там будет выше цена. Цена была тогда выше, но сейчас, судя по, как говорят эксперты, цена примерно та же самая. Она может повыситься на 10 долларов за мегаватт. То есть в этой ситуации теряет больше Тирасполь, чем Кишинев? Или есть еще какие-то вещи, которые необходимо учитывать в этом случае? Ну у меня есть как минимум два повода не согласиться с вами. Во-первых, давайте не будем забывать, что львинная доля импорта электроэнергии из Румынии идет через то же Приднестровье, через Молдгресс, который является не только... Ну могут перекрыть рубильник для транзита, да, согласен. То есть все идет через Молдгресс, расположенный в Приднестровье. Поэтому те прямые взаимоподключения, которые есть, это мизер. И обеспечить потребности правообережно-молдового электричества они не способны. Альтернативная линия на юге, которая с Вулкани оштянут, на Кишинев, там это еще перспектива как минимум ближайших двух лет. Второй повод, это все-таки, да, давайте не будем сбрасывать со счетовый фактор цены, который в любом случае будет выше, и произойдет это в год президентских выборов, да еще и референдуму. Поэтому это будет достаточно болезненно. Ну это я согласен, это я согласен. Это будет удар от болезненного до катастрофического, в зависимости от того, насколько далеко решат пойти в Тирасполе. А это будет зависеть от степени их отчаянности, и также от того, подключится Москва к этому или не подключится. Будет она инспирировать большее нагнетание ситуации здесь или нет. Ну да, в год выборов это может повлиять на результаты того же референдума, повлиять в определенной степени. Ну а что насчет гуманитарного кризиса? Это может спроводить гуманитарный кризис на левом берегу. Что именно? Ну имеется в виду прекращение поставок того же газа на левый берег. Нет, я же оговорился, не прекращение, а сокращение до уровня, который необходим для собственных нужд Приднестровья. А собственные нужды Приднестровья без газа, необходимого на производство электроэнергии на право берега, это, собственно, тяжелый удар для правобережной Молдовы. Но и потери в деньгах для Приднестровья, они больше не будут получать основной источник своих доходов, деньги за электроэнергию, но это не гуманитарная катастрофа. Вы сказали, упомянули, что начали свой ответ на вопрос с того, что в 2005 году установилась монополия шерифа на политическую и экономическую ситуацию, на обе ситуации в Приднестровье. И я вполне возможно... Мне показалось, что вы имели в виду, что сейчас наступил момент, когда монополия шерифа, как минимум, экономическая, может пошатнуться. Есть какие-то игроки, которые могут бросить вызов шерифу в Приднестровье? Нет, потенциально. То есть, с одной стороны, бизнес-империи шериф ничего не угрожает, кроме Кишинева. Притом, тут необходимо оговориться. Не в том смысле, что Кишинев, как говорят, в Террасполе грабит Приднестровье, там, устанавливает поборы или еще что-то. Но вот эти вот райские тепличные условия ведения бизнеса без налогообложения, без НДС, без должного таможенного регулирования, этому всему постепенно приходит конец. И в этом шериф видит основную угрозу для себя. В политическом плане, учитывая уже общий региональный контекст, интересам шерифа может в какой-то момент при определенном течении обстоятельств противостоять интересы Москвы, проводником которых в Приднестровье является в первую очередь ФСБ, но и Министерство обороны в какой-то мере. До сих пор, на протяжении последних двух десятков лет, чуть меньше, интересы шерифа и кураторов из Москвы, они, скажем так, они не вступали в противоречие друг с другом. Каждый из этих игроков имел свой интерес, они прекрасно сочетались. И основной интерес это было, дело так, чтобы не менялось ничего, чтобы конфликт не решался, чтобы ничего. Ситуация общерегиональная, она меняется. И изменения могут произойти достаточно серьезно. И это может привести к тому, что интересы шерифа с одной стороны, а это интересы исключительно зарабатывания денег путем поддержания статус-кво, и интересы Москвы могут уже не сочетаться так же прекрасно, как они сочетались до сих пор. И, соответственно, могут появляться некоторые трения, могут появляться некоторые сюрпризы, в том числе провокации, в первую очередь. Ну хорошо, а для того, чтобы понятно, что шерифу выгодно сохранение вот этого статус-кво, ну как минимум своей монополии экономической на левом берегу Днестра и политической монополии, скажем так. Может ли в данном случае шериф для сохранения этой монополии опираться на Киеве, на Кишиневе? Для того, чтобы ограничить возможность Москвы влиять или ограничивать влияние того же шерифа на левом берегу? А кто сказал, что в интересах Кишинева, ну мне, по крайней мере, хочется верить, потому что не в интересах нынешнего Кишинева, нынешних властей, а сохранение текущего положения вещей. То есть нужно трезво и здравомысляще подходить к ситуации. С одной стороны, есть шериф, это бизнесмены, люди прагматичные, у которых есть интересы, связанные с бизнесом, а значит, можно пытаться торговаться и договариваться. Не обязательно, это не значит, что договариваться любой ценой. Нет, но какой-то зазор для маневра, для договоренности есть. И оставлять открытые двери для возможных договоренностей в четко очерченных пределах того, что приемлемо от Кишинева, необходимо всегда. С другой стороны, есть Москва, у которой интересы другого рода, и с которой торговаться не получится, перспектив вообще никаких нет. С этой точки зрения, понятно, что Москва это менее благоприятный собеседник. Но никто не говорит о том, что... Для шерифа выметь его, да? Для шерифа. Для Кишинева, в первую очередь. Для Кишинева, в первую очередь. Но при этом никто не говорит о том, что Кишиневу необходимо из кожи вон лезть, или даже прилагать малейшие усилия, для того, чтобы сохранять бизнес-империю шериф. Отнюдь нет. Бизнес-империя, шериф, это значит бесправие и угнетение 300 тысяч наших сограждан там живущих. Это значит политические репрессии, это значит отсутствие политической жизни любых гражданских институтов, отсутствие прессы и политические заключенные. Это значит политические убийства, вспомнил того же Олега Харжана, и он не единственный. Никаким образом Кишинев не может способствовать поддержанию этого всего. Но дать возможность шерифу действовать законно и легально в легальном пространстве Республики Молдова, соблюдая все необходимые требования закона, такую возможность необходимо предоставить. А дальше уже им решать. Встраиваться в новую систему реалий, когда необходимо соблюдать закон и таким образом сохранить часть своего бизнеса, то, что возможно легализовать. Не все возможно легализовать. Либо до последнего сопротивляться этому. Тогда исход будет неочевидным, как для Тирасполя, так и для Кишинева. Казахстан Флеги, я благодарю, что нашли время, пришли к нам прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Взаимно. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok